Друзья, всем привет! Рада видеть вас на моем канале! Сегодня я готовлю мягкие, нежные и очень вкусные булочки с сахаром к чаю. Приступим! В миску для замеса теста я выливаю теплое молоко. От общего количества добавляю 2 чайных ложки сахара. Всыпаю дрожжи. Размешиваю до однородности. Далее добавляю 4 столовых ложки муки. И замешиваю все до однородности. Вот такая опара у вас должна получиться, как густая сметана. Далее накрываю пищевой пленкой и оставляю для подъема на 10-15 минут. Ну а пока подходит опара, я займусь приготовлением сдобы. Для этого я беру 2 яйца, добавляю к ним столовую ложку с горкой с сахаром, пакет ванильного сахара, щепотку соли. Хорошо все перемешаю. Далее добавляю маргарин, либо сливочное масло комнатной температуры, чтобы оно было вот такое мягкое, но не растопленное. Растираю маргарин вместе с сахаром и яйцом. Вот такая сдоба у вас должна получиться. Прошло 10 минут, возвращаюсь к опаре. Снимаю пленку. Посмотрите, какая она пористая и воздушная. Выливаю сдобу. Перемешиваю все до однородности. Вот такая однородная масса у меня получается. Если у вас еще остались небольшие комочки маргарина, либо же масла, это ничего страшного. Вы когда будете вымешивать тесто, оно все разойдется. Добавляю муку. Изначально примерно половину от общего количества. Начинаю замес теста. Муку добавляйте постепенно, чтобы не забивать тесто. Как вы видите, тесто довольно еще мягкое, поэтому добавляю примерно 3 столовых ложки муки. И перехожу на ручной замес. Вот, посмотрите, тесто вобрало в себя всю муку. Оно немножко еще липнет к рукам, но добавлять я больше не буду. Перекладываю на стол и вымешиваю еще примерно около 5-7 минут. Вот такое мягкое тесто у меня получилось. Далее я его кладу в глубокую миску. Донышко и бортики я смазала растительным маслом. Накрываю пищевой пленкой. И оставляю для подъема в теплом месте на 1 час. Прошел 1 час. Снимаю пленку. Вот так вот замечательно поднялось мое тесто. Посмотрите, какое оно воздушное. Выкладываю его на стол. Делаю небольшую обминку. Вот такое гладкое, красивое, мягкое тесто у меня получается. Вес теста получается 900 грамм. Я его буду разделять на 12 булочек весом по 75 граммов. Если у вас нет весов, вы можете разделить тесто на глаз. У меня получается вот такой маленький комочек. Я его подкатываю в круг и откладываю в сторонку. Остальное тесто разделяю так же. Далее я накрываю тесто пищевой пленкой. И оставляю отдохнуть примерно на 10-15 минут. Прошло 15 минут. Посмотрите, как отлично подходит тесто. И далее можно уже формировать. Беру кусочек теста. Вот так его подворачиваю. И раскатываю в колбаску. Длина колбаски у меня получается примерно около 25 сантиметров. Складываю ее пополам. И перекручиваю вот в такой вот жгутик. Сильно туго не закручивайте, чтобы тесто было куда подниматься. Вот такая вот. И отправляю на противень. Остальные булочки формирую таким же самым способом. Вот такие булочки у меня получаются. Далее накрываю пищевой пленкой. И оставляю на расстойку на 20 минут. Посмотрите, как хорошо поднялись булочки. Далее сверху я их смазываю молоком. Молоко должно быть комнатной температуры, не холодное, чтобы не осадить тесто. Дальше сверху посыпаю булочки сахаром. И отправляю булочки выпекаться в духовку, разогретую до 180 градусов на 20 минут. Ну вот мои булочки готовы. Посмотрите, как много их получается. Видно, что тесто очень мягкое. Сейчас я вам покажу, какие они в разломе. Немножко уже остыли. Вот, посмотрите, какое воздушное тесто. Булочки мягкие, воздушные. Вот такие замечательные булочки получаются по этому рецепту. Их можно подавать с маслом, медом, либо же с повидлом. Будет одинаково вкусным. Попробуйте их приготовить по моему рецепту. Ну а я вам, как всегда, желаю приятного аппетита. Спасибо, что смотрите мой канал. Всем удачи, всем пока!